МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 15 новых больных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Две жертвы и 27 крупных возгораний. В пожарном надзоре подвели промежуточные итоги работы. Виртуальный концертный зал. Дом молодежи получит грант из федерального бюджета. Далее расскажем обо всем подробно. Впереди осень. Время подъема острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа. В этом году они будут соседствовать с коронавирусом. Как отличить COVID-19 от сезонных уровей гриппов, рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в интервью интернет-изданию РИДУС. Доктор пояснила, что в первые дни признаки уровей COVID-19 могут быть схожими. Невысокая температура и ощущение слабости. Потом начинаются отличия. Обычные простуды или РВИ богаты катаральными явлениями. Температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. При COVID-19 чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, многие пациенты жалуются на апатию. Обычный РВИ длится от 3 до 7 дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до 3 недель. В то же время от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Грипп сопровождается резким ухудшением состояния. Высокая температура в первые дни и выраженной боли в голове и мышцах. Кроме того, при этом заболевании у пациента может не быть кашля. При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха. Появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае нужна срочная госпитализация. При подозрении даже на обычную простуду необходимо самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение 2-3 дней. Заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением. По состоянию на 20 августа в России зафиксировано более 942 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 4785 новых больных. Выздоровели 755,5 тысяч россиян. 16 099 человек скончались. Еще 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области. По состоянию на 20 августа общее число заболевших COVID-19 в регионе перевалило за 26 тысяч жителей. При этом выздоровело уже более 23 тысяч пациентов. Более 88% от общего количества пациентов. За последние сутки из больниц выписано еще 186 человек. По числу выписанных за сутки Нижегородская область входит в пятерку лидеров среди российских регионов. Из тех, кто продолжает болеть, почти 1700 человек находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове. Выздоровели еще 8 жителей города. Из тех, кто продолжает болеть госпитализированной в клиническую больницу номер 50, 21 человек. Один пациент в тяжелом состоянии. 15 в состоянии средней степени тяжести. 6 человек скончались за все время эпидемии. За минувшие сутки проведено 427 исследований. 20 августа 2020 года наша страна отмечает юбилей атомной промышленности. Ровно 75 лет назад Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации спецкомитета и первого главного управления для проведения работ по ядерной тематике. Это произошло спустя всего несколько дней после американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. СССР было жизненно необходимо оружие возмездия. Руководство страны прекрасно понимало. Второй войны подряд страна просто не выдержит. Она и так лежит в руинах. Но снова надо вставать и ковать. Тот самый атомный щит. Не хватало людей. С фронта вернулись лишь только 12 из 100 ушедших мужчин. Не было природного урана. И только строились планы по его добыче. Не было установок для обогащения. Не было реакторов. Все это создавали с нуля напряжением сил страны и гением ученых, собранных в атомном проекте. В Советском Союзе всего 16 человек были удостоены звания Героя социалистического труда трижды. И 9 из них – участники атомного проекта. Их имена, долго хранившиеся в секрете, теперь знает каждый. Это Курчатов, Харитон, Александров, Ванников, Зельдович, Славский, Сахаров, Щелкин, Духов. А всего в нашей отрасли 264 человека получили высокое звание Героев соцтруда. Атомщики не просто защитили страну в то смутное время. Они обеспечили мир на планете. Не мы стали первыми, кто создал атомную бомбу. Но наши ученые были первыми, кто построил промышленную атомную электростанцию и атомный ледокольный флот. Сегодня атомная отрасль России – это мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. С 1 сентября до 10 октября на портале Госуслуги будут принимать заявления на получение гранта для талантливых школьников страны. Его размер – 125 тысяч рублей. Обладателями гранта могут стать победители или призеры профильных олимпиад и конкурсов по математике, информатике и цифровым технологиям, проведенных в прошлом учебном году. Школьники, имеющие награды или призы за результаты научно-исследовательской работы, или получившие патенты или свидетельства на научный результат по этим профилям. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты ведомства расскажут родителям, на что нужно обращать внимание при выборе школьной формы – ранцев, учебников и канцелярских товаров. Звонки будут принимать до 2 сентября по номеру 8 800 555 49 43. Детская музыкальная школа имени Балакирева продолжает набор ребят на следующий учебный год. Детей принимают на специальности фортепиано, оркестровые струнные, духовые и народные инструменты, хоровое пение. Заявление можно подать на официальном сайте музыкальной школы. Более подробная информация по телефону 9 8188 и 98187. Двое саровчан стали жертвами пожаров в этом году. Чаще всего причинами возгорания становилось нарушение правил обращения с электрооборудованием и незатушенные сигареты. О промежуточных итогах своей работы рассказали в управлении пожарной охраны. За последние полгода в Сарове произошло 27 пожаров, из них два с летальным сходом. Большинство возгораний случилось в многоквартирных домах. Чаще всего причиной пожара становились непотушенные сигареты. При попадании сигареты на кровать, чаще всего загорается первым текстильные материалы. Простынь, подушки. Происходит очень длительно все это, так как сразу же горение не возникнет. То есть должно пройти порядка более трех часов. Люди задыхаются от продукта горения. То есть квартиры больше всего деланы пластиковыми панелями, кто делает, либо уже какие-то другие материалы, от которых очень много дыма и очень едких продуктов горения. То есть там хватает буквально пару вздохов, и человек уже теряет сознание. Также на территории города горели дачные участки, спортивные сооружения, контейнеры для мусора, хозяйственные постройки. Причинами возгорания становились нарушения правила электрооборудования. Один из таких случаев произошел в гараже. В гараже стояли несколько автомобилей, которые подверглись температурным воздействиям, то есть пострадали. При опросе собственников поврежденных автомобилей ущерб составил более миллиона рублей. По словам Сергея Ларькина, чаще всего трагедию можно предотвратить. Чтобы предупредить возможность возгорания, нужно знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Так можно избежать трагических последствий, сохранить жизнь и здоровье. Электрику, самое главное, не тушить водой, потому что можно получить удар током и может быть летальный исход. Если, как сказать, рядовой простой пожар, то его можно потушить и ведром воды залить. Накрыть каким-то одеялом. Если пожар все-таки начался, нужно немедленно покинуть квартиру и позвонить по телефону 01 или 101. В течение 10 минут пожарные будут на месте. Новое мультимедийное пространство, которое представит саропчанам бесплатный массовый доступ к культурному наследию и мировым художественным достижениям. Виртуальный концертный зал появится в Доме молодежи уже в 2021 году. Что он будет из себя представлять, расскажем в следующем репортаже. В 2021 году в Доме молодежи откроется виртуальный концертный зал. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации. Что такое виртуальный концертный зал? Это то пространство медийное, в котором мы со своей стороны будем в первую очередь демонстрировать филармоническое направление. И сегодняшней основной площадкой по трансляциям является Московская филармония, именно концертный зал имени Чайковского, в котором проходит как хореографические, инструментальные и вокальные выступления тех мировых деятелей искусства и деятелей искусства нашей страны. Именно это все станет доступно для наших горожан. За победу в конкурсе Дому молодежи выделили 5 миллионов 700 тысяч рублей. На эти деньги сотрудники приобретут профессиональное акустическое и проекционное оборудование. Большой экран они планируют повесить на сцену. Мы со своей стороны планируем сделать этот виртуальный концертный зал максимально универсальным, чтобы мы могли использовать любой профессиональный и бытовой контент на его базе. То есть подразумевается это то, что мы бы могли формировать план или же программу виртуального концертного зала в соответствии с запросами и предложениями наших музыкальных школ, наших детских школ искусств. Также возможно появится эстетический абонемент для дошкольников, да, филармонии для детей. Такой же абонемент может быть открытся и для начальных классов. Всего в конкурсе приняло участие более 360 городов России. В Нижегородской области было одобрено 4 заявки. Две из них выполнят в 2021 году, еще две в 2022. Коллектив детского сада номер 14 стал победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя». В финал вышли 23 участника из 13 регионов Приволжского федерального округа. По заключению жюри соровчане представили лучшую программу духовно-нравственного и гражданского патриотического воспитания детей и молодежи. Подробности смотрите в следующем репортаже. Семейные чтения, совместные с родителями, праздники и игры. Все это с углубленным изучением традиций русского народа, его истоков. На это направлена программа духовно-нравственного воспитания детского сада номер 14, которая называется «Дорогой добра». Основная цель этой программы – это создание единого образовательного пространства для формирования духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста, формировать представление у них как о будущих гражданах России, которые будут продолжателями вот этих всех культурных наследий нашего российского общества. Программа реализуется в детском саду с 2014 года. За это время у педагогов накопился значительный опыт в образовательной сфере и при взаимодействии с социальными партнерами проекта – Саровским благочением, православной гимназией, детской библиотекой. В рамках программы реализуется несколько проектов. Такой проект, как «Ступени профессионального роста» и «Педагогические гостиные», главной целью – это повысить компетентность педагогов по данному направлению. По отзывам проведенных мероприятий, всем они очень нравятся. Здесь мы знакомимся с какими-то новыми технологиями, делятся педагоги своим богатым опытом работы. В центре программы «Дорога добра» стоят, конечно, дети. С ними на занятиях и во время игр воспитатели изучают традиции страны, народа, семьи. Уделяют большое внимание патриотическому и нравственному воспитанию не только детей, но и родителей через совместные игры и праздники. Особенно им нравится, когда идет совместность с детьми. Здесь они уже видят, как работают детки, чему они научились. Они общаются вместе, вместе работают, вместе выполняют какие-то задания. И детям нравится, и родителям нравится. Программа «Развитие дороги добра» реализуется в детском саду около 10 лет. В этом году педагогический коллектив учреждения представил свой проект на конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и стал победителем в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Награждение участников состоится в сентябре в Нижнем Новгороде в рамках рождественских чтений Нижегородской митрополии. Педагог молодежного центра Анна Щербинина представила Нижегородскую область на конкурсном отборе на присуждение национальной молодежной премии «Будущее России». В нем приняло участие 250 молодых граждан из 34 субъектов Российской Федерации. Саровчанки присудили свидетельство участников в номинации «Прообщество» за выдающиеся достижения в общественной деятельности. Национальная молодежная премия «Будущее России» направлена на выявление и поддержку молодых граждан России за высокие достижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности. Подготовка к конкурсу была серьезной. Участникам нужно было представить экспертам свои результаты. Он проходил в онлайн-режиме с мая 2019 года по апрель 2020 года. Он проходил поэтапно, где конкурсанты, в том числе и я, представляла свое портфолио достижений, проходила образовательную программу, участие в различных конференциях. В конкурсе приняли участие более 200 человек из различных регионов России. Педагог молодежного центра Анна Щербинина оказалась единственной представительницей Нижегородской области. Жюри отметили ее выдающиеся достижения в общественной деятельности и вручили свидетельство участников номинации «Про общество». Мою результативность оценили, мой опыт уже полученный, приобретенный. То есть участие в различных других конференциях, что я приобрела, какие-то навыки, как я это использовала в своей работе, с чего я добилась, каких результатов. Полученное на конкурсе знания Анна, безусловно, будет применять в педагогической деятельности. Но жажда расширения кругозора и приобретения новых навыков и умений не позволяет ей сидеть на месте. Анна в онлайн-формате осваивает программу наставника для школьных проектов. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.